Здравствуйте дорогие мои друзья, с вами Рэй и сегодня поиграем в такую игру, которая называется ShopGeroys, то есть магазин героев. Ну что же, давайте посмотрим. Что же мне делать? Ага, вот ты где. Мне как раз нужна помощь. Давай начнем с Азов. Я покажу тебе как создавать предметы. Используй ячейку создания, чтобы создать нож. Хорошо, давайте. Создадим, ребята, нож. Отлично, теперь помести нож в инвентарь, чтобы его можно было продать. Ага, теперь заговори с Мелиной, чтобы продать ей нож. Мелина, да? Здравствуйте. Продать. Ура, все. Изготовь еще несколько ножей, чтобы открыть короткий меч. Так, ну давайте сделаем. Ага, я смотрю, еще пришел клиент за ножом. Открыт чертеж, короткий меч. Превосходно. Теперь изготовь короткий меч. Создаем короткий меч. Кузнец у меня там наяривает. О Гаррете в городе известно очень мало. Он немогословен. Никто не знает, откуда он родом и что ему нужно в этих краях. И никто не осмеливается спросить Гаррета об этом. Понятно. Добрый день. На. Забери короткий меч. Забираем. Мы можем изготавливать несколько предметов одновременно. Давай добавим еще одну ячейку создания. Хорошо, давайте сделаем. Бесплатно. Я люблю, когда все идет бесплатно. Так, ей нужен... Для создания предметов нужны ресурсы. Давай получим железо из источника железа. Давай заберем. Отсюда вам и железо. Для изготовления новых типов предметов тебе нужно нанять новых работников. Давай добавим еще одну ячейку работника. Так, переходим сюда, значит. Добавляем ячейку. И опять же бесплатно. Шикарно. И кто тут у нас? Теперь у тебя есть место для нового работника. Пора его нанять. Найми плотника для изготовления изделий из дерева. Ага. Соточка. Нанимаем. Дубина. Открыт новый чертеж. И трость. Привет, шеф. Я плотник. Здорово, плотник. Для изготовления изделий из дерева мне кое-что понадобится. Для начала тебе придется купить верстак в магазине мебели. Угу. Верстачок нужно ему, да? Давайте возьмем верстак этот. А, он уже сам автоматически устанавливается. Теперь у меня есть рабочее место, но мне нужно дерево. Давай купим источник дерева в магазине мебели. Ну что же, давай купим. Бесплатно. 10 штучек. Ясно. Так, а теперь я могу создавать. Ага, трость ему нужно сделать. Давай сделаем. Сделаем, босс. Я не сомневаюсь. Так, закрываем. Достигните второго уровня продавца, продав еще несколько предметов. Вау. Юный и дерзкий Теор происходит из династии профессиональных воинов. Он провел несколько лет в походах и вернулся в город, узнав о нападении бандитов на родную деревню. Теперь Теор ищет союзников, чтобы отомстить негодяям. Что же, очень великолепно. Ты воин у нас, да? Значит, ты будешь мечи просить. Привет. На. Получи. Спасибо. И пошла. Так, забираем тросточку. Так, какой-то кто-то нам идет. Давайте, наверное, дубиночку закажем. Ну-ка, что тебе надо, сэр? Минь заслужил мантию священника только в прошлом году, но быстро стал известной личностью в городе. Граждане любят меня и доверяют ему. А Миню что нужна? Наверное, посох. Дубинка ему не нужна. Хотя, подождите. А, нужна дубинка. Воронья клюка. Новый черчеж. Это хорошо, ребята. Ну что ж, давайте ему продадим дубинку. Благодарю. И пошел довольный. Нормально. Нормально пока все идет, ребята, у нас. И теперь, что тут? Ага, можно передвинуть. Но мы пока этого делать не будем, а будем что-то с вами изготавливать. Ну-ка, что тебе надо? Трость. Отлично, давайте. Мелина не просто отличница. Она одна из самых одреных выпускниц школы магии за многие годы. Мелина легка на подъем и очень любознательна. Ага, понятно. Давай-ка ей трость продадим. Ё-моё, повышен уровень. Ты получаешь пять алмазов. И это хорошо. Кстати, я не представлюсь. Меня зовут Катерина. Очень приятно. Как тебя зовут? Меня зовут... А как меня, ребята, зовут? Естественно. Вы прекрасно знаете, как меня звать. Меня звать Рэй. Где у нас тут? Не пойму я. Мне нужно... Ага, вот. Большая буква. Вот так вот. Окей. Чтоб твой прогресс в игре надежно сохранялся, рекомендуем привязать свою учетную запись к одному из указанных ниже серверов. Учьте, фейсбук единственный сервис, позволяющий играть на всех платформах сразу. Ну, давай сделаем. Присоединимся. Так уж и быть. Ну что же, ребята, вроде бы все сделал. Чтобы добавить другие предметы мебели, тебе придется улучшать магазин. Давай улучшим его. Так, улучшение магазина, да? Так, улучшить бесплатно. Чем больше магазин, тем больше в нем места. Но для товара тоже нужно место. Мебель для хранения увеличивает вместимость инвентаря для хранения товаров, особых предметов и ресурсов. Давай купим шкаф в магазине мебели. Так, где? Вот это у нас шкаф, да? Хранение. 10 предметов. Похоже, чтобы изготовить воронье клюка, тебе нужен особый предмет. Давай заглянем в трактир. Один мой друг готов помочь тебе с этим делом. Так, что это за особый предмет? Ты должен быть новый хозяин магазина. Катерина сказала, что тебе нужна кое-какая помощь. Да, не помешала бы. По ее словам, тебе нужен блестящий камень в твоем магазине. Герои могут приносить особые предметы, если их отправить на задание. Используйте ячейку заданий, чтобы послать Теора на задание в канализацию. Задание. Так. Городская канализация. Добавить лидера. Так, Теора, да? Он попросил. Ну, давай так сделаем. Исследовать. 5 минут. Давай ускорим этот процесс. На этот раз расходы за счет заведения. Так, давай. Чтобы получить награду после выполнения задания, просто нажми на ячейку этого задания. Ага, понял я. Вон оно выполнено. И я получаю этот синенький камешек. Отлично. Теор принес тебе особые предметы, которые пригодятся в магазине. Даже две штуки. Неплохо. И задание выполнено у нас. Забираем. Тебе повезло. Он притащил задание деревянный сундук. Давай откроем его. Я только за. И что там у нас будет в сундучке в этом? Давай же, открой его. Ну да как его открыть? Ага, вот ключик полетел. Опа. Ничего себе. Ух ты. Безупречная железная каска. Давай вернемся в трактир, и я покажу тебе кое-что полезное. Давай. А что, интересно, ты мне хочешь показать полезненького такого? Надо же. Я что, так понял? Я еще буду героев тут одевать? Это задание было легким. Для выполнения более сложных заданий нужны герои посильнее. Для повышения сил героев их можно экипировать имеющимися предметами. Посети казарму и экипируй теорой с железной каской, найденной в сундуке. Вот оно даже как, ребята, здесь делается. Ага. Да, одеваем касочку. Отлично. Теперь давай вернемся в магазин. Давай вернемся. То бишь, эти герои будут для меня выполнять задания. А я их буду одевать неплохо довольно-таки. Так, что тут у них с заказа? Отлично. Теперь пора оказать помощь городу. Для начала нужно привести в порядок ратушу. Ремонт соточка. Ладно. Теперь ты знаешь наиболее важные вещи. Думаю, из тебя выйдет замечательный хозяин магазина. Я подброшу тебе пару задач, но, в общем-то, то, что ты можешь делать, что пожелаешь. А еще я вернусь, чтобы рассказать тебе о других тонкостях нашего ремесла, с которыми ты столкнешься. Удачи. Ну что ж, давай, Катерина, спасибо. Кстати, не забудь завершить ремонт ратуши, чтобы получить доступ к городу. Так, а каким образом я буду завершать ремонт ратуши? Ага, все, понял. Надо 500 золотых. Так, а у меня, ребята, не хватает немножко. Буквально 30 золотых нужно. Приветствую, приветствую. Так, не хватает. А тебе давай, подожди-ка. Ему нужен нож. А разве у меня ножа нет еще? Ну, тогда мы сделаем. Отлично. И продаем. Подожди, что не так-то? Что ему не нравится? Ай, елки-палки, ребят, я просто забыл забрать его. Экономичность, да? Минус одно железо для изготовления ножа. Хорошо. Здравствуй, и тебе нужен мне нож? Странно очень. Так, дерево, железо забираем. И у меня, ребята, накопились деньги. Так что давайте делать ратушу. Ратуша отремонтирована. И все благодаря тебе. В знак благодарности город посылает тебе 50 алмазов. Получи их на складе. Так, хорошо. Вот они, бесплатно. Спасибо большое за обучение я получил. Так, пойдем со мной в город. Я покажу тебе местные заведения. Давай, я не против. Так, что у нас тут? А в городе можно вкладывать деньги в задания для получения бонусов. Давай вложим деньги в железный рудник, чтобы получить немного железа. Ну давай, вложить 8 золотых. И что это мне даст? Отлично, теперь давай вернемся в магазин. Я даже не понял, что оно мне дало, а ты мне уже в магазин отправляешь. Приток ресурсов увеличивается за счет бонусов. Ты также можешь увеличить вместимость источников ресурсов, улучшив их. Давай улучшим источник дерева. Ну давай, бесплатно же, надеюсь, все. Да, бесплатно. Это меня радует. Вкладываю деньги в ратушу, чтобы открыть новые задания. Так, забираем дерево. Вот сюда ее поставим. Так, улучшить. Ага. Ишь ты, какие там уже ценнички-то пошли. Нормально. Давай ее сюда тоже поставим. Так, что, меню нужен у нас посох. Я смотрю, да? Вот здесь можно так же тыкать, и они будут изготавливаться. А этой нужна дубина. Так, дубинка. Сейчас это все сделается. Я продам. И, соответственно, у меня начнется приток денежек. Так, забираем. И, естественно, продаем. Так, и сколько я за это все вручаю? Ну, конечно. Ребят, если честно говоря, только копейки. Уж больно все как-то дешево стоит. Что тебе надо? Тебе нужен нож. Ладно. А тебе там, наверное, сейчас какой-нибудь посох. Хотя это у нас кто? Ага. Ну да, действительно, посох. Ну, осталось подождать немножко. Так, трактир. Кузница. У меня даже таких пока денег нету, ребята, чтобы я мог такие суммы вкладывать. 26 золотых у меня всего. Это мало, ребята, очень мало. А вот сюда могу вложить 8 монеточек. Поля только для чего? Что мне эти поля дадут? Ровным счетом ничего. Так, забираем. Тихо, тихо, вот так. И продаем. И тебе тоже нож продаем. Все, и они довольны и уходят. Забираем дерево с железом. Так, теперь ты мне что? Да? Чтобы вложить деньги в ратушу, зайди в город и нажми на ратушу. Ну, это понятно. Но я хочу вот сюда вложить. Так, 10. Ага, ребята, нужно 250. 250 золотых нужно, ребята, мне вложить, чтобы получить новые задания. Довольно приличная сумма. Как для новичка кузнеца, так и для новичка плотника. Ну, а я всего лишь тут даю им приказы. Так, подождите, надо забрать все время. Забываю забрать. Отлично. Теперь, да куда ты лезешь-то? И теперь продаем. Отлично. И тебе. Вау! Я получил третий уровень, ребята. Что такое? Пакет новичка. Нет, спасибо, не надо. Это извещения какие-то. Ты сможешь изменить на целый момент. Ладно, пускай будет так. Получить. Вау! Одну тысячу я получил, что ли? Точно так и есть, ребята. Одну тысячу золота я получил. Поэтому я могу сейчас, естественно, все улучшать. Так, этому нужен нож. Это и посох. Мы это все делаем. У нас все идет нормально. Превосходная работа. Хороший нож. Прямо аж блестит. Видимо, какой-то удачный крафт у меня прошел. Теперь у тебя есть доступ к разным вариантам диалога с покупателями. Хм, интересно. Например, ты можешь добавить наценку, чтобы выручить больше золота от продажи. Выбранные варианты могут расходовать или увеличивать твой запас энергии. Поэтому используй их с умом. Увидеть новую цену предмета можно здесь. Ага. Ну-ка, Ся, что тут у нас? А как сделать-то, извините меня, наценку? Комплимент? Что-то я немножко не пойму. Ага. Нет. Тут тоже ничего нету. Странно. Что-то ты меня, Катюша, по-моему, обманула. А, нет, ребята. Вот, посох у меня есть. Ну-ка, давайте-ка сделаем так. Вы уверены? Да, я уверен. Ну вот, ребята, дело уже пошло. Так, а тебе нужен нож. Его нужно вначале сделать. Так, где он? Вот он, ножичек у нас. Ёлки-палки, я посмотрел тут внизу. Там столько всякого можно делать. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, а этому нужна дубинушка, ребята. Ну, поставили дубинку. Отлично. Так, давайте-ка. Ну как, я думаю, с наценочкой, естественно, да? Так, а вот тебе с нацен... Ай, надо забрать ее. Превосходная работа. Отличный короткий меч. То бишь, это улучшенный получается. Давай-ка наценочку. Мне позарез нужно идти. Иди. Я тебя не держу. Так, давайте нож создадим. Наверное, сейчас попросит... А, нет. Хотел делать посох. Но он попросил дубинку. Ладно. Забираем. Карманный ножик открыт. Черчеж у меня. Замечательно. Вау. Шипастая дубина. Круть, ребята, круть. Я развиваюсь наценочку. За 15 золотых я готов тебе ее продать. Так, а тебе... Слушайте, а у меня энергия. А, нет, все у меня нормально с энергией. Давайте, наверное, за 13 продадим. Шикарно. И так вот помаленечку мы будем развиваться с вами. Так, где у нас ратуша? Давайте вложим в нее деньги, чтобы нам дали новое задание. Так, не жалеем денежек. Шикарно. Здание действует. Ну, понятно, что оно действует. Мгновенный бонус. Сокращение времени задания. Ну, тут, короче, нормально так будет, да? Следующий ап будет на полторы тысячах. А где новые задания? Где новые задания, Катя? Так, ну, я понял. Тебе нужна дубина. Делаем дубину. И этой делаем ножик. Так. Шикарно. Ну, естественно, ребятушки, наверное, придется нам делать с наценочкой. Чтоб хоть какие-то деньжата нам выручить. Так. И тебе так вот продадим. Не знаю, для чего здесь энергия нужна. Это якобы моя полоска жизни. Ну, она тратится, когда я делаю наценку. Так. Думаю, за 70 золотых шикарно, ребята, прокатило. И тут за 13. Они даже не жалуются. Ну, у меня энергия от этого тратится. Не знаю, к чему нас приведет это все. Но пока все пучком. Так. Тут у них у каждого рабочего свои статы идут. Так, что все. Да, Мак, ты задолбал. Ты. Так. Так, и Теор у нас первого уровня. А остальные еще пока нигде не были. Не сражались. Ух ты. У них тут навыки и набор арены и способностей. Ёлки ты, палки. Ну, тут игра не только, ребята, про крафт. Тут еще, видимо, про управление героями. Так. Что у нас здесь за герои? Что они могут сделать для меня? Ё. Ты можешь обменять свои фрагменты на любой черчеж по своему выбору. А у меня нет фрагментов. Никаких, к сожалению. Ну, чертежи мне понравились. Шипастые дубины и так далее. Хм. Круть. Что они? Значит, пока у меня, ребята, по ходу дела здесь нет никаких заданий. Хотя, ребятушки, я, конечно же, ошибаюсь. Задания здесь есть. Но, по-моему, то же самое, что и было, да? Да, городская канализация. Поэтому давайте. Ага. Уровень пятый нужен? Слушайте, у меня таких персонажей здесь нету. А куда это он пошел? Он же у меня не пятого уровня. Странно. Ладно. Мне только на руку это. Так, а этим нужны посохи и ножи. Как тут все это улучшать? Как это все увеличивать? Здесь же это все можно прокачивать, ребята. Так, тут надо, конечно, в ней очень конкретненько так разбираться, ребята. Ну, а пока у нас будет обзорчик. Поэтому мы сейчас как бы с вами быстренько все это проглядим и посмотрим. Стол алхимика, стол портного, стол заклинания. Музыка что-то пошла с какого-то перепуга. Не было, не было. Появилось откуда-то. Стойки. Стойки для палецов. Давайте-ка ее вот сюда поставим. Это для дубинок, точнее. Палец и дубинка, ну, одно и то же. А можно ее развернуть как-то, а? Ага, вот, поворачиваем. И что у нас это за стойка? Что она вообще делает? Не знаю пока. Ладно, давайте сделаем с вами посох и нож. Вот так вот. Продадим сейчас им. Это все забирается у нас. Так, ну что, получай ножичек свой. Погоди, блин, я все время забываю их забрать. Так, а ячейку можно за 100 кристаллов. Ну, это дорого для меня. Так, получи свой нож, а ты получай свой посох. Все, и довольные они пошли, вас боясь. Давайте дубиночку сделаем. Вот так вот. Просто я думаю, будут они лежать там? Или нет, на стойке? Что-то я пока не вижу. Видимо, стойка это так, просто декор. Ничего особого мне не дает. Так, на. Тебе ножичек, а тебе дубинка. Блин, выглядит как девчонка здесь на картинке. А на самом деле это мужик. Ты ор. Так, маг идет за ножом. Зачем тебе нож? Тебе же нужен посох. Странный ты какой-то. Маг, может быть у тебя дома сломался ножик, и тебе нечем почистить овощи или нарезать хлеба? Ага, еще раз. Получил отличный нож. И я, видимо, могу его продать, да? Так. Зачем я сделал посох, когда мне нужна дубина? Он же дубину просит. Удерживай кнопку предложить, чтобы выбрать предмет, который ты хочешь предложить покупателю. Так. И... Ага, я могу ему впарить. Вы совершенно правы. На, вот так вот. Тоже буду прав. Вы уверены? Да, я уверен. Ага, ребята. Значит, я могу здесь еще и впаривать им. Не обязательно то, что они хотят, а то, что у меня есть. Вы хорошо меня знаете. Ну-ка, с наценочкой. Смотрите-ка, купил, даже не поморщился. Вот это уже хорошо, ребята. Это уже великолепно. Это, грубо говоря, если у меня появились какие-то посохи, новые, крутые. Я могу им просто предложить, даже несмотря на то, что они просят. И есть в том, что они просят. И есть в этом свой плюс, ребята. Так. Что здесь у нас? Источники дерева. Источники дерева, кожи, травы, стали. Достигнут максимальный лимит магазина. Улучшить, да? В ядре 950 золотых. У меня нет таких денег. Кристаллы я тратить тоже пока не буду. Так, что тебе нужен? Тебе нужен меч. Давай вот так вот сделаем. Прокатит, нет? Что? Ё-моё, деревянное копье получил? Шикарненько. Так, мы мгновенно создать. Создали посох. Забираем. Так, ну-ка. Вот, давай-ка. Блин, что-то не то, ребята, получается у меня. Продаем, короче, что она просит. А тебе нужна дубина, да? Ё-моё, четвертый уровень, ребята. И получил новый декор. Неплохой довольно-таки декорчик, ребята. Теперь тебе доступен городской поиск. Он позволит участвовать в развитии чужих городов. И вместе вкладывать деньги в здание. Попробую открыть город. Поиск городов, да? Здесь можно просматривать другие города и переезжать в них. Здесь также можешь создавать свой собственный город. И, наконец, просматривать приглашение, полученное от других игроков. Угу. Понятненько. Так. Смотрите, сколько здесь городов. Ух. Так что, ребята, игрулька-то играется. Народец есть. И это хорошо. Это очень хорошо. Значит, здесь можно будет, наверное, в дальнейшем и торговать. Так. Это я что, въехал? В храме тебя ждут новые герои. Давай откроем Кловиса. В храме. Кловиса. А где у нас тут храм? Точно, ребята, я переехал кому-то в город. Хотя, если честно, я хотел открыть свой город. И пригласить вас всех ко мне в городок. Чтобы мы работали вместе. Конечно, если кому-то понравилась эта игра. Чтобы вложить деньги в храм, ну, понятно, это все надо тикать. Можешь даже больше не объяснять. Интересно, а как я могу отсюда выйти, ребята? Ну, хочу, например, покинуть этот город, чтобы сделать свой. Не получится у меня, по ходу дела, да, ребята? Так, приветствует он меня. Ну, давай сделаем карманный ножик. Так, а этому нужен пособ, я так понимаю. Ну, пособ у меня вроде бы есть клюка, да? Есть. Ну, ладно, еще сделаем один. В таверне тишина. Ладно. Так, отдадим ножик этому. Да е-мое, блин, все время забываю забрать. Ну, бывает, ребята, бывает такое, так что не обессудьте. И он пошел довольный. Так, источник дерева, травы. Достигнут лимит магазина. Значит, мне надо улучшать магазин, да? 950. Нету у меня сейчас пока таких денег. Так, вот он, посох изготавливается. И продаем ему. Ух ты! За 106. Неплохо, ребята. Очень даже хорошо. Так, тут у меня что-то куча всяких вопросительных знаков. Видимо, куча чего-то я тут сделал. Заданий и так далее и тому подобное. Но мне хотелось бы покинуть вот этот городишко, ребята, и построить свой, свой город. Нифига у меня, по ходу дела, не получится. Я профукал все. Тут, наверное, нет возврата, ребята. Так, создать город. Ну, вот, например, создать название, да? Так, какое тут название-то? Что-то даже не пишется. Вот. Ну, как обычно, как в этом. Сити Рэй будет у нас город. А почему дальше нельзя писать? О, отлично. Создаем. И... Так, минимальный уровень игрока закрытый? Нет, естественно, нет. Вот так вот. Сити Рэй, ты сможешь переехать в другой город только через 23 часа? Жесть, конечно, ребята. Обидно и прискорбно. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok